Я не буду вам про все продукты говорить, это у нас лекция затянется, я не хочу сейчас погружаться. У меня есть лекции на фестивале «Благость», я лекции читаю по продуктам, куча лекций, все бесплатно скачивания. Если вам хочется по продуктам, вот там куча таких лекций, слушайте по этим продуктам. Я хочу вам общие вещи сказать, это важнее, понимаете? Я хочу важные общие вещи вам сейчас сказать, которые вам сильно помогут для здоровья, понимаете? Будем этим заниматься? Давайте тогда будем говорить о группах продуктов. Вот смотрите, фрукты повышают оптимизм. Они нужны, если ты в депрессии находишься, радости в жизни нет, особенно девушкам. Вот, в утреннее время фрукты помогают быть оптимистичными. Выбейте те фрукты, которые вам нравятся, и они будут давать вам оптимизм. Каждый день кушайте. Я хочу пригласить вас на фестиваль «Благость». Это удивительное место в Чёрном море, Анапе, много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Дальше. Ягоды очищают организм. Пост на ягодах улучшает обмен веществ. Выберите те ягоды, которые вам нравятся, и они будут вам улучшать обмен веществ. Пост раз в неделю. Сочетать с купанием и солнцем. Пост на ягодах сочетается хорошо с купанием и солнцем, а также пост на арбузах или на дынях. Не и, и, а или. Нельзя одновременно пост сделать и на арбузах и дынях. Будет весело, да. Вот. Значит, арбузы и дыни, водный баланс в организме настраивают, водный баланс. У человека тёки, допустим, у него в целом дряблое тело. То есть, нет в теле, нет как бы такого, как бы, оно такое. Это значит, водный баланс нарушен. Арбузы, дыни, пост. Раз в тело становится таким крепеньким, то есть, дряблость проходит из тела, уходит. Пост, арбузы, дыни, да. Лучше летом. Потому что эти сильно охлаждающие продукты. Опасны для здоровья. Дальше. Зерно. Любое зерно. Что такое зерно? Это колосьями, когда растёт, да? Поняли? Гречка не зерно. Там нет колосьев. Кукуруза. Есть колосья? Есть. Вот у них колосья, растут. Кукуруза, зерно. Есть ещё бобовые. Бобовые. Это вот эти вот стручки. Вот смотрите, зерно. Что это такое? Это продукт, улучшающий умственную работу. Вот когда человек умственно тяжело трудится, у него много энергии ума расходуется. Ему нужно зерно. Самыми лучшими продуктами, которые улучшают активность ума, являются рис и пшеница. Или пшеница и рис, лучше сказать, для нас. Потому что рис лучше подходит тем, кто живёт в жарких странах, а пшеница – те, кто в холодных. Понятно? Это два продукта, сильно улучшающие умственную деятельность. Но и кушать их лучше всего, когда солнце высоко. Вот смотрите, закон очень простой. Какой продукт на солнце созревает, такой под солнцем и надо есть. Вот если, допустим, пшеница вызревает только при ярком солнце, и только в солнечный день, это значит, что с 11 до 3 дня, позже и раньше есть пшеницу не надо, очень сильно затрудняется пищеварение, и от этого болезни развиваются. Днём покушали хлебушка, вечером не надо. Это не вечерняя пища, я вам точно говорю. Все вот эти болезни, связанные с неправильным питанием, они от того, что хлеб едят люди на ночь. Да? Как? Я не слышу, нужен микрофон. Чтобы поправиться, что кушать? Вам конкретно, да? Я вам, чтобы поправиться, советую пищу переносить в первую половину дня и больше заниматься, двигаться, активное движение. И вы поправитесь. Двигаться и кушать хорошо в первую половину дня. Знаете, я вот в таких случаях говорю, если у меня геморрой и у вас, нам так будет приятно об этом поговорить. Но все остальные будут скучать. А у нас лекция общая, поэтому мы говорим общие вещи. Итак, двигаемся вперёд. Овощи над землёй. Эти продукты, они имеют успокаивающее значение для ума. Они предназначены для тех, кто очень возбуждён. Они успокаивают человека, психику, расслабляют. Когда человек очень тонус сильный, напряжённый тонус, они снимают этот тонус. Они хороши женщинам для гормональных функций, которые способствуют лечению женского бесплодия. Над землёй овощи. Кабачки, баклажаны, капуста. Всё, что над землёй. А корнеплоды, то, что под землёй, они наоборот тонизируют, увеличивают, улучшают иммунитет. И хороши для улучшения пищеварения и для мужского бесплодия уже. Все цветки – это лечение гормональных функций. Вот цветковые специи, допустим, берём, какие у нас есть там, шафран там, допустим, и так далее. Ну, это всё улучшение гормональных функций. Если гормональные функции страдают, то цветковые специи, тычинки всякие, это гвоздика, вот, допустим, такая-такая специя. Вот специи плодовые, они очень сильно улучшают пищеварение и тонизируют человека. Это чёрный перец, белый перец там и так далее. Горчица та же самая. Если говорить о улучшении иммунитета и лечении вирусных инфекций, допустим, то я вам рекомендую три специи – горчица, чёрный, белый перец. Всё, вот их надо кушать для того, чтобы не болеть гриппом. Они убивают вирусы, эти специи. Какие виды продуктов мы забыли? Зелень, я сказал, листья, то есть… Бобовые. Бобовые предназначены для тяжёлого физического труда. Если человек физически трудится, брёвна таскает, ему надо больше фасоли есть, бобовой пищи. Часто люди мясо путают с бобовыми, они думают, что мясо нужно для тяжёлого физического труда. Мясо – это трудноперевариваемая пища. А грибы? Грибы, грибы. Это больная тема. Они вкусные и вредные. Вредные, мои хорошие, вредные. У меня есть одна знакомая, она работает в Санкт-Пединстанции Краснодарского края. Она говорит статистику, каждый год умирают целыми семьями люди от нормальных грибов. Маслят собрали, поели, и все померли до одного. Причина заключается в две причины. Первая – это от неправильной солнечной активности, они становятся ядовитыми. А вторая – если кто-нибудь помер, какое-нибудь животное пробегало мимо и померло по дороге, оно там гнить начинает, а грибы всю эту гниль в себя всасывают. И они становятся ядовитыми. То есть грибы не могут быть полезной пищей, потому что они – это условно-патогенные, ну, то есть это полуядовитый продукт, понимаете? Ну, то есть это спорт лото – кушать эти грибы. Почему в нем у них бутулизм развивается и все прочее? Потому что это опасная пища для здоровья. Семечки – суперная пища. Орехи, да, сейчас расскажу. Семечки, орехи – хорошо. Это все один и тот же вид продуктов. Этот продукт предназначен для укрепления, ну, как бы, этот продукт, он дает стабильный тонус психический, дающий возможность человеку много трудиться, долго-долго, не уставая. Хоть психически, хоть физически. Но орехи, как ни странно, это продукт, который люди не знают, как кушать. Есть несколько видов продуктов, которые люди не знают, как кушать, поэтому не используют. Таким продуктом является цветочная пыльца. Знаете, что это один из самых полезных продуктов на Земле? Цветочная пыльца. Вот это то, что от пчел, да, такой. Ну, продают перга вот это. Люди не знают, что с ней делать. Ее надо добавлять в суп. В суп. Это острое блюдо. Хоть оно кажется сладким, это острое блюдо. Ее добавляется в суп. Я всегда, когда суп ем, сыплю туда их и ем. Точно так же орехи. Их надо добавлять или в крупы, варить крупы с орехами, или в суп бросать прямо и варить супом. Это или просто бросать свежими в суп. Это продукт, который с солеными блюдами надо есть. И тогда он будет усваиваться хорошо, и можно много есть, и полезно. Дети едят орехи и так, без всего. Потому что они нужны детям также. Вот знаете, детское, теперь детское питание. Слушайте, все очень просто. Сладкий вкус, мучное, орехи и молоко. Все, больше детям ничего не надо. Плюс из фруктов бананы, финики. И кашу на ночь детям можно все. До 7 лет человек на лунном цикле находится. И поэтому и женщина кормящая, и ребенок, им не надо думать о режиме питания, о режиме сна. Они кушают, когда хотят, и спят, когда хотят. Кормящая женщина, ребенок до 7 лет. Потом человек переходит на солнечный цикл, означает режим дня уже. Только кормящая и беременная женщина. еще, беременная тоже. Она кушает, когда хочет. Такие правила. Я следующую лекцию только про киви буду рассказывать. А сегодня я в целом хочу рассказать закономерности. Понимаете? Вы никак не можете меня понять. Мы с вами сегодня друг друга не понимаем. Кто что любит, тот и спрашивает. Есть, кстати, есть продукты особые. Есть две планеты, Венера и Меркурий. Эти две планеты отвечают за здоровье в нашем организме. Если говорить о Меркурии, то это вся зелень. Я по этому говорю, как можно больше зелени в Москве особенно. И вы будете здоровее точно. Это гарантия. Вот это гарантия, я вам точно говорю. Есть еще несколько продуктов, которые дают здоровье. Это важная вещь, это надо знать. Это связано с Венерой. Это авокадо. Его надо есть больше. Потому что он дает, этот продукт дает как бы баланс в организме. Только Меркурианские они как бы соединяют все в организме, делают такой как бы монолит. Организм становится крепким. А Венера, а это легкая пища, она хорошо усваивается. То есть, вот это авокадо, кунжут. Надо добавлять семена кунжута везде, где хотите, во все блюда. Они улучшают пищеварение. И в организме усвоимость пищи улучшают. То есть, качество пищеварения возрастает от венерианских продуктов. Кокос таким же свойством обладает. Тоже это с Венерой связано. С Венеры связано местное, местное, местное. Кукуруза. Кукуруза. Что? Она растет у нас. Ну, предложите. Хорошо, давайте поехали. Сливы улучшают мозговое кровообращение. Предназначена пища для того, чтобы сбалансировать организм. То есть, слива нужна. Это можно очищаться на фруктах. Очищение организма на фруктах. И есть разные виды фруктов. Например, яблоки, они просто дают оптимизм. А вот слива, это особый продукт, который связан с кровообращением. Если у человека страдает кровообращение, можно на сливе кушать. Да, и вам тоже. На сливе просто сливовая диета, свежая слива. И у человека восстанавливается кровообращение. Пост на сливе восстанавливает кровообращение. Груша – это тонизирующая пища. Они дают тонус. То есть, они увеличивают иммунитет и тонизируют человека. Груша – это не только груши. Еще что вас волнует? Какие? Вишня улучшает кровообращение. Дает человеку оптимизм. То есть, тонизирующий тоже такой же продукт. Улучшает также функции крови. То есть, вишня хорошо для того, чтобы анемию лечить. То есть, это продукт, который вообще кровообращение на глубоком уровне восстанавливает. Также и зарождение клеток крови. То есть, это вишня – такой вот продукт. Ну и лечит. Депрессию хорошо лечит вишня. Рябина – это одна из самых лучших ягод для улучшения иммунитета. Рябина – очень крутой продукт. То есть, если добавлять, допустим, в чай по 5-4-5 ягодок рябины, то человек становится очень устойчивым к вирусным инфекциям. И вообще к инфекциям любым. Красная. А черная рябина влияет на сосуды. Она снижает давление и восстанавливает баланс мозгового кровообращения. Знаете, если у человека начинается… Вот я сейчас вам дам несколько моментов, которые как скорую помощь будут вам делать. Из местных продуктов скорая помощь. Послушайте меня. Это очень важно, то, что я сейчас буду говорить. Если вам человек говорит, какой-то человек говорит, сердце болит вот здесь, или поджелудочная железа, или почки. Берите овес, можно геркулес, можно свежий овес. И привязывайте в платочки по столовой ложке вот так, на все 4 колеса. Вот прямо на эти зоны. В течение 5 минут боль пройдет. То есть, это убирает спазмы из почек, поджелудочной железы. У меня у одной родственницы начался диабет сахарный. Она носила 2 недели овес, и диабет не начался. Она не заболела этой болезнью. Вот запястья и лодыжки. 12 часов можно что-то привязывать из продуктов, и потом менять на свежие. 12 часов работает. Диабет означает много жара в организме. Нужно есть только сырую пищу, или как можно больше сырой пищи. Это облегчает жизни. Но если вы на инсулин влезли, то я не знаю, что с этим делать. Потому что это уничтожает функцию саму в организме. Поэтому если человек до инсулина, он может вылечить на сырой пище, живя. На зеленой лучше всего. Одну зелень есть, можно вылечить диабет. Но можно поддерживать здоровье, по крайней мере. Можно поддерживать. Инсулин бросать нельзя. Вот с овесом, с овсом запомнили. Налушение мозгового кровообращения – это слива и чернослив. Вот если, допустим, у человека мозговое кровообращение страдает, надо привязать опять же на все четыре конечности чернослив по одной черносливе или по одной сливе сушеной, или свежей. И сразу мозговое кровообращение восстанавливается. Мигрени – это спазмы сосудов мозга или напряжение сильное мозга. То есть есть два типа мигрени. Одни от спазмов возникают, другие от напряжения. Чтобы напряжение снять, нужно делать статические упражнения, особенно по заберезке. Не во время мигрени, а вообще в течение жизни. Вот делать каждый день, где-то 15 минут вот так вот стоять ногами кверху. И там постепенно тонус убирается лишний, и головные боли проходят. Поняли, да, что это за упражнение? Ноги кверху и вот так стоим. Потом надо сделать замок. Что это значит? Вот я вот так вот стоял, теперь вот так немножко стоя вот так постоять. Немножко там, допустим, минутку. Чтобы баланс в организме восстановился. Вот, а если это спазматические мигрени, то можно в рот класть асофетиду, сосать. Специя такая индийская, можете купить. Дальше класть на голову лист капусты или несколько листов капусты свежих. Они убирают спазмы. Асофетиды убирают спазмы. Дальше спазмы убирает контрастный душ. Контрастный душ может убрать спазмы в голове. Чем отличаются одни от других спазмы? Это резкие головы, но более неожиданные. С тошнотой там, с рвотой. А тонус повышенный, они постепенно нарастают и долго мучают. То есть, если постепенно, то березка. Низкое давление корица по утрам, фрукты по утрам, сухофрукты, мед. Утренняя пища повышает давление. Утренняя сладкая пища повышает давление. Тонус дает органитонизирование. И движение. В основном у женщин низкое давление. Знаете, из-за чего? Из-за того, что вы женщины. Вы же расслабленные существа. Поэтому давление, соответственно, склонно быть низким. Поэтому надо себя заставлять немножко двигаться. Лучше всего с мужем. Потому что женщине самой очень тяжело. А если с мужем, то тогда проще. Утром. Утром. Лучше всего зарядки, все движение с утра. Лучше всего утром. А в рожденном низкаруке, в рожденном низкаре, в рожденном низкаре, в рожденном низкаре? Близорукость означает, что мышечная ткань внутри мозга напряжена. Это от мышц глазных идет.